Из сёл иди, из рощ иди, К широкой лобной площади печальный сирый лют. Кричи во всеуслышание, для праздника воздвижения Погибнет тот, кто лют. Пред ним, судьёю праведным, и тем, кто мудро правит, Им разлей, как море скорбь. Пусть гибнет безрассудное, светится место судное. Спины народ, не горбь. Игорь Северянин. Воздвижение. Началом своей литературной деятельности он считал напечатанное в феврале 1905 года в журнале для солдат «Досуг и дело» под его настоящей фамилией Лотарёв «Стихи о русско-японской войне». Он где-то уже год мелькал в периодике, но, кажется, именно после этой патриотической публикации его перестали печатать. Тогда на собственное скудное средство он начал выпускать брошюрки и раздавать их знакомым критикам, поэтам. Его всё равно не замечали. И вот как-то раз одну из таких книжечек дали подержать в руки Толстому. «Вонзите штопор в упругость пробки, и взоры женщин не будут робки. Да, взоры женщин не будут робки, и к знойной страсти завьются тропки». Лев Николаевич взревел, чем занимаются. И это литература. Вокруг виселицы, полчища безработных, убийства, невероятное пьянство, а у них упругость пробки. И о нём заговорили. С лёгкой руки Толстого пишет Северянин. «Меня стали бронить все, кому не лень, а журналы стали брать мои стихи охотно». Ананасы в шампанском. Ананасы в шампанском. Удивительно вкусно, искристо, остро. Весь я в чём-то норвежском, Весь я в чём-то испанском, Вдохновляюсь порывно и берусь за перо. Стрёк от аэропланов, беги автомобилей, Ветропросвист экспрессов, Крылолёд буеров. Кто-то здесь зацелован, Там кого-то побили. Ананасы в шампанском. Это пульс вечеров. Игорь Северянин. Увертюра. Да, вечера были шумные. На одном из таких Маяковский макнул ананас в бокал, Советую Игорю попробовать, И появилась первая строка. «Ешь ананасы, рябчиков жуй» Станет, кстати, её продолжением. А ласковое прозвище «Северянин» придумал для него Любивший выпивать с молодёжью Константин Фофанов. Вульгарность и нахальность Северянина была неслыханной. Критики спорили. Он с иронией рисует эти мечты мещанина, Или сам такой. Но при всём безвкусии, манерности, Его стихи пленяли Музыкой и необъяснимым волшебством. Была весна 1911 года. Мне было 17 лет. Имени Северянина я до тех пор не слышал. Но, роясь как-то на поэтическом столике, Я раскрыл брошюру. На задней стороне обложки было перечислено Содержание всех томов и тетрадей, Приготовленных к печати. Что-то очень много. А также объявлялось, что и Северянин, Дом такой-то, Принимает молодых поэтов и поэтесс по четвергам, Издателей по средам, Поклонниц по вторникам. Все дни недели были распределены. И часы точно указаны, Как в лечебнице. Я прочёл Несколько стихотворений. Они меня пронзили. Чем? Не знаю. Георгий Иванов Идти в качестве молодого поэта В этом было что-то унизительное. Поклонника тоже. Я нашёл выход. Приняв солидный вид, Отправился в часы, Назначенные для издателей. В сущности, я и собирался В ближайшем будущем стать издателем, Собственной книжки. 75 рублей, выброшенные у сестры, Я хранил в надёжном месте. Несомненно, человек, Стихи которого полны Омарами, автомобилями И французскими фразами, Блестящий, Великосветский. Не растеряюсь ли, Когда подъеду на своём Ваньке Ко дворцу, Когда надменный слуга Фиалковой и Левреи Проведёт меня в ослепительный кабинет, Когда явится сам Игорь Северянин И заговорит по-французски С потрясающим выговором. Но жребий был брошен, Извозчик нанят, Отступать было поздно. Он жил в квартире номер 13. Администрация дома, По понятным соображениям, Занумеровала так Самую маленькую, сырую И грязную квартиру. Мне открыла маленькая старушка С руками в мыльной пене. К Игорю Васильевичу Обождите, я сейчас им скажу. Мы проговорили весь вечер, Поочерёдно читая друг другу стихи. Он тем хорош, Что он совсем не то, Что думает о нём толпа пустая, Стихов принципиально не читая, Раз нет в них ананасов и авто, Фокстрот, кинематограф и лото. Вот, вот куда людская мчится стая, А между тем душа его простая, Как день весны. Но это знает кто. Благословляя мир, проклятие воинам, Он шлёт в стихе признание достойным, Слегка скорбя, подчас слегка шутя, Над вечно первенствующей планетой. Он в каждой песне им от сердца спетой Иронизирующее дитя. Игорь Северянин Вокруг Северянина сложился кружок молодых поэтов, И вместе они в 11-м году основали общество эгофутуристов. Хвали себя, чтобы выявить и утвердить свою личность. Так должен поступать человек будущего. Они устраивали шумные поэзы вечера. В квартире номер 13 обсуждали, как добыть славу, Как совершить литературную революцию. Мало-помалу их лидерам стали интересоваться маститые поэты. Брюсов, Сологуб. И где-то через год он покинул свою группу, Заявив, что программу «Я в будущем» он уже выполнил, И в коллективе более не нуждается. Сологуб помог ему издать первый сборник, И взял с собой в турне по России. «Большими оршинными шагами в длинном черном сюртуке Выходил на эстраду высокий человек С лошадино-продолговатым лицом», Пишет очевидец. «Заложив руки за спину, Ножницами расставив ноги И крепко-накрепко упирая их в землю, Он смотрел перед собой, Никого не видя и никого не желая видеть, И приступал к скандированию своих стихов». Он не уделял публике никакого внимания, И именно этот стиль исполнения Приводил публику в восторг. «Это было у моря, Где ажурная пена...» «Где встречается редко Городской экипаж...» Королева играла В башне с дамка Шопена И, внимая Шопену, Полюбил ее па... Неожиданно сбылись все его мечты. Тысячи поклонниц, цветы, автомобили, шампанское, Триумфальные поездки по России. Бюро газетных вырезок присылало ему По 50 вырезок в день. Сплошь и рядом целые фильетоны, Полные восторгов или ярости. Что, в сущности, все равно для техники славы. Его книги имели небывалый для стихов тираж. Громадный зал Городской думы Не вмещал всех желающих Попасть на его поэза вечера. Это была самая настоящая, Несколько актерская, пожалуй, слава. Георгий Иванов. А в частной жизни он был скромный, тихий, Молчаливый, но не угрюмый. Он молчал, но слушал внимательно и охотно. И на губах его была добрая улыбка. В этой улыбке обозначалось одновременно И что-то детское, и что-то умудренное. Мирелия – светлое царство, Край ландышей и лебедей, Где нет ни больных, ни лекарства, Где люди не вроде людей. Мирелия – царство царицы, Прекрасный, премудрый, святой, Чье имя в веках загорится Для мира искомой мечтой. Мирелия – вечная пасха, Где губы влекутся к губам. Мирелия – дивная сказка, Рассказанная мною вам. Игорь Северянин Своими учителями он считал Фофанова и Миру Лохвицкую, Его прекрасную даму. Еще прекрасней, чем у Блока, Ведь она была не только музой, Но и творцом. Северянин даже изобрел Идеальную страну молитв и грез, Мирелию, О которой не очень-то рассказывал С эстрады, Где он просто посмеивался Над мещанством. Я гений Игорь Северянин. Своей победой упоен, Я повсеградно оэкранен, Я повсесердно утвержден. Я выполнил свою задачу, Литературу покорив, Бросаю сильным на удачу Завоевателя порыв. Но дарова в толпе холопов Значенье собственного я, От пыли отрехаю обувь И вновь в простор, Стезя моя. Схожу насмешливо с престола, И ныне светлый пилигрим, Иду в застенчивые долы, Призрев ошеломленный Рим. До долгой встречи, В беззаконце веротерпимость хороша. В ненастный день Взойдет, как солнце, Моя вселенская душа. Эпилог. В 1916-м северянина призвали в армию. На войну он не рвался, Но и не сделал ничего, Чтобы избежать призыва. Как бы это выглядело После оставших уже всем известных заявлений. Друзья, Но если в день убийственный Падет последний исполин, Тогда, Ваш нежный, Ваш единственный, Я поведу вас на Берлин. На фронт его, правда, и не взяли. В строевой части, Где новобранцы проходили Основы боевой подготовки, Эгофутурист считался Посмешищем полка. Он не поддавался Никакой муштре. Фильдфебель, До хрипоты на него орал, Эй, ты, деревня, Куда гнешь опять? И все равно не мог заставить Его не поворачиваться налево При команде направо. В конце концов, Северянина признали Совершенно неспособным Нести воинскую службу И определили На самую черную работу По уборке И мытью полов. Это из рассказов Однополчан. Феликс Юсупов, Большой поклонник Его таланта, Сжалился Над нежным и единственным И добился Демобилизации. Сегодня крест Страдальческий Как эпилог Скитальческий Во храме Водружен Поставьте ж крест Забвения Вы, цепи жизни Звенья Толпа мужей И жен Поставьте В душах Любящих Вы, легионы Врубящих Своим невзгодам Крест Прощением Награжденные Живые Возрожденные Заполните Окрест Воздвижение Эти строчки Он посвятил Иерусалимскому Религиозному Философу И редкому Издателю Решившему Напечатать Северянина Еще до того Как его Прославил Толстой Альманах Иерусалимского Вышел В 1910 Но его Запретила Цензура И воздвижение Тогда Не прочли А вот В 16-м По крайней мере Один человек Открыл его Заново Нет людей Понимаете Крик Тысячедневных Мук Душа Не хочет Немая Идти А сказать Кому Брошусь На землю Камня Корою В кровь Лицо И затру Слезами Асфальт Омывая Истомившимися По ласке Губами Тысячью Поцелуев По крою Умную Морду Трамвая Для истории Когда все Расселятся В раю И в аду Земля Итогами Подведена Будет Помните В 1916 Году Из Петрограда Исчезли Красивые Люди Владимир Маяковский Надоело Это из пророка Иеремии Столь впечатлившего Диогена Что тот Искал Человека С фонарем Обойдите Улицы Иерусалима И посмотрите И разведайте И поищите На площадях Его Не найдете Ли человека Творящего Суд И ищущего Веры Я Пощадил бы Иерусалим Говорит Господь И светится Место Судное У северянина Тоже Отсюда Слово Которое Было К Иеремии От Господа Когда царь Прислал К нему Вопроси О нас Господа Ибо Навуходоносор Царь Вавилонский Восстал На нас Может Господь Сотворит С нами По всем Чудесам Его Чтоб Тот Отошел От нас И сказал Им Иеремия Так говорит Господь Бог Израилев С раннего утра Производите суд И спасайте Обижаемого От руки Обидчика Чтоб ярость Моя Не вышла Как огонь И не разгорелась По причине Злых дел Ваших До того Что никто Не погасит Книга Пророка Иеремии 27 февраля 1918 В политехническом Выбирают Короля поэтов Большая аудитория Забита До отказа Революция Маяковский Читает Великолепно Чеканит Крики Овации Свист В перерывах Болельщики Едва не доходят До драки И вот Под самый конец Вечером В этом бушующем Зале Звучит Отрешенный Голос Северянина Он в своей Певучей манере До публики Нет дела Как и раньше Но теперь-то Его время Точно прошло Но нет Гений Попрощался До ненастного дня Сейчас Его эпилог Настал И он побеждает И увозит На свою Эстонскую дачу Королевский венец Отныне Его взошедшая Душа Должна не только Обличать Но и утешать Божий народ Как утешал Наказанный Искорбящий Израиль Пророк Иеремия На восток Туда Горам Урала Разбросалась Странная страна Что не раз Казалось Умирала Как любовь Как солнце Как весна И когда народ Смолкал сурово И осиротелый Слеп от слез Божьей волей Воскресала снова Как весна Как солнце Как христос Их мало Благостных Невинных И блаженных Природу Любящих Незлобивых Душой Религиозных И как солнце Вдохновенных Их мало Избранных А мир Такой Большой Христос В младенчестве Антихрист В зрелой силе Борьба Неравная Но в ней Растет Христос Устройте жизнь свою По образу Идилли Стремитесь Светлые Чтоб в душах Он возрос Остановите же Скорей Кровопролитие И перековывайте Меч на мирный Плуг Иначе страшные Готовятся события Иначе Дьяволу Сомкнуть Удастся Круг Культура Новая Заменит Пусть гнилую Сознание Космоса Не кепка Апаша С благословением Я бажить И целую Долой Бездушная Да здравствует Душа Игорь Северянин Второе пришествие Бог устами Иеремии Не разрешает Бежать в Египет Но велит Сдаться Вавилону И быть людьми Совершать Праведный суд Не обижать Слабо Тогда лекарства Подействуют Быстро И раскаившийся Народ Будет Помилован Северянин Думает В 20-м Когда он Это пишет Что судьба России Еще не решена Что еще Есть надежда Он не хотел Уезжать И называл Себя не иммигрантом А дачником Так уж Вышло Что Эстония Стала свободной Страной Вместе с его Домиком В начале 20-х На его концертах Полные залы Он много ездит По Европе Читает русским Но понемногу Его перестают Приглашать Ананасов В шампанском Он уже стыдится Считает их Хулиганством Пиром Во время чумы Крест Воздвигнут А политика Ему плетит Я чувствую Близится Судное время Бездушьем И духом Своим Победим И в сердце России Пред странами Всеми Народом Народ Будет грозно Судим И спросят Избранники Русские люди У всех Обвиняемых Русских Людей За что Умертвили Они В самосуде Цвет Яркие Культуры Отчизны Своей Зачем Православные Бога Забыли Зачем Шли На брата Рубя И Разя И скажут Они Мы Обмануты Были Мы Верили В то Во что Верить Нельзя И Судьи Умолкнут С печалью Любовной Поверив Себя В неизбежный Черед И Спросят Но Кто же Зачинщик Виновный И будет Ответ Виноват Весь Народ В эту Пору Игорь Василь Живет Более Чем Скромно Переводит Эстонских Поэтов Рыбачит Часто Ходит Пешком В Пюхтицкий Монастырь Обретя В нем Свой Китиш Мирелию И молится О всех Как он Пишет О ком В Европе Молиться Некому О красных Конечно Хотя Порой Сомневается В возможности Их Страх Пред казнью Поэзию Свое имя Чтобы позволить Новым стихам Залеживаться В письменном Столе Издателей На настоящие Стихи Теперь нет Нет на них И читателя Еще один вопрос Извините Несколько Может быть Нескромный На какие же Средства Вы существуете На средства Святого Духа Бестрастно Произнес Игорь Северянин В феврале 31-го Все тот же Князь Юсупов Организовал Ему Два вечера В Париже Собратья Поэты Приняли Северянина Холодно Все Кроме Цветаевой Он Больше Чем Остался Поэтом Пишет Она Он Стал Им Стар До обмирания Сердца Морщин Больше Чем У Трехсотлетнего Но Занесет Голову Все Ушло Соловей Не поет Тот Словарь Ушел Пока же Первый Мой Поэт То есть Первое Сознание Поэта За 9 лет Как я Из России Он Читал Из нового Сборника Который Счел Своим Лучшим Классические Розы Что такое Россия Мамочка Это Впавшая В сон Княжна Мы Разбудим Моя Любимая Нет Не надо Она Больна Надо Ехать За ней Ухаживать С Нею Няня Ее Была Съели Волки Старушку Бедную А Россия Что ж Умерла Как мне Больно Моя Голубушка Сердце Плачет И в сердце Страх У Дитя Ведь Она Бессмертная И воскреснет Она На днях Игорь Северянин Спящая Красавица Игорь Северянин Игорь Северянин Игорь Северянин Игорь Северянин